День молодежи проходил сразу на двух площадках в Горках-десятых и поселке Успенское. Празднование началось с утра. Молодежь участвовала в квесте и разнообразных конкурсах. Победителям глава поселения Владимир Горяев вручил подарки и ценные призы. День молодежи, конечно, в первую очередь хочется пожелать всем нашим ребятам молодого возраста быть всегда в душе молодыми, всегда, чтобы они знали, что у них впереди открыты все дороги и у них сейчас есть право выбора для того, чтобы они могли реализовать себя в жизни, могли созидать и хочу, пользуясь моментом, поблагодарить их всех, что они в большинстве своем делают выбор в сторону образования, в сторону спорта и вы видите, сегодня праздник такой прекрасный, невзирая на погоду, здесь остались самые стойкие и они своим примером показывают, что никакая погода не является помехой для праздника. Уверен, никто из них не заболеет и праздник состоится. Все веселятся, все празднуют, наша молодежь, она достойна таких праздников и уверен, мы будем, невзирая на погоду, проводить эти праздники в дальнейшем. Организаторы приготовили в этот день много неожиданных сюрпризов. Так по команде в горках десятых в небо взметнулись краски холли. Гости с удовольствием раскрашивали друг друга в разные цвета. Это было что-то невероятное, мы чуть не задохнулись в пыли, но было круто. А скажи, краска там вообще отмывается? Это уже же не первый раз. Как вообще с ней потом происходит? Сад одежды, волос, тело? Краска отмывается довольно-таки легко и отстирывается тоже. В завершении праздника для всех была устроена пенная дискотека, раскрашенная во все цвета радуги. Покрытая с ног до головы пеной, молодежь Успенского веселилась, пела и танцевала до самого вечера. Нас удивили, во-первых, флешмобом, ну как бы мы обычно такого не делали, было очень весело, подготовка к нему, краски холли, это прям вообще новшество. Ну еще на машинах ездили, вот это, ну люди собирались, меня там звали, ну было очень весело на самом деле. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.